здравствуйте дорогие друзья итак первого шфата что у нас происходит находясь степях мава восточный берег иордана начинает машет читать книгу израилю дворим в этой книге опять он рассказывал все заповеди которые были новые заповеди которых еще не было которые ему поведал бог он передал благословение проклятие которое надо будет произнести зайдя в израиль рассказал каким образом нужно завоевывать святую землю благословил их и так далее он стал что он уже уходит маша говорил с народом в течение сколько кто знает 37 дней 37 дней закончил передачу книгу израиля книги дворим седьмого адара таким образом первого швата он начал говорить разнеся какие слова торы полно вам жить у этой горы и закончил он какими словами счастлив ты израиль кто подобен тебе народ спасенный богом это очень интересно в эту тему мы сейчас не входим поэтому мудрецы сравнивают день первого швата с днем дарования торы да как ни странно хотя известно что тора и заповеди даны всевышним еврейскому народу шестого сивана а первого швата написано открылась сердце вот это вот ниша которая для новых источников торы и в течение 37 дней теперь вот с тех времен сегодняшнего дня 37 дней есть особые возможности для изучения торы для новых откровений надо это помнить и знать это важнейшая для нас информация потому что тора это все говорили каббалисты вторые и заповедях содержатся духовные вещества духовные витамины необходимые для питания души мы же не понимаем какие витамины там в апельсине откуда я знаю какие они там бегают какие-то апельсины а вот духовные точно также в них написано путь к исправлению души человека это удивительное воздействие торы на душу мы не знаем но нам писали его мудрецы идем дальше по недельной главе потому что ничего не успевается и так говорил маша сынам израиля но они не послушали его из-за написано нетерпение внимание тяжелой работы какого нетерпения вы никогда не задумывались как вырваться вот говорят люди вот как вырваться из этого круга не было к вроде бы такого благословенного времени как сейчас телефон электричество автомобили новости через пять минут самые современные там американские продукты японские технологии там что еще дорогие дороги великолепные ну все домах стиральные машины холодильники микро гальш микро гальш все же хочется цена за это какая цену мы платим тоже большую мы платим написанное телом и духом счета за электричество начинают расти там люди больше уже не могут зарезают долги радиоплаты старых берут новые трудятся намного больше дополнительные часы бегут куда-то напряженные озабочены а где же покой благоденствия которое было вроде бы в том обществе которого ну казалось ничего не было как это быть минутку разве тем не менее прежние поколения не знали забота про питание знали не было своих бед были откуда было такое спокойствие которая вот всегда описывается которая сейчас просто нету написано они не послушали маша из-за нетерпения почему не учили тору почему нетерпения связано с торой написано не там не нетерпение это неправильный до конца перевод написано коротко из-за короткого духа ведь написано тора расширяет сердце человека вот и весь секрет посещение уроков торы слушать тору или там изучать ее приносит специальный такой с высокого неба безмятежность для души мудрецы говорили счастлив кто-то учить детей торы вот это то чему их надо научить еще несколько слов о казни тьмой бывают дни когда человек не видит света творца в своей жизни теряется это наваливается написали как мудрец вот которая в египте это остатки этой тьмы следует знать что человеку в такой ситуации когда на тебя что-то навалилось такое непонятное да где нет логического объяснения это не связано даже с делами написано с духовным уровнем это по какому-то высшему промыслу неожиданно у человека забирают свет и проверяют его нашем поколении сказано скачки эти очень быстрые неожиданные это именно перед приходом машиаха такое написано в такие времена что надо делать человеку важно знать что от него требуется одно понять что он сам не может выйти с этой ситуации он написали мудрецы узник сам не выходят из заключения из египетского освобождения мы учим никогда человек сам бы не вышел поэтому это великое правило которое направляет нас путь осознание того что не я поместил себя в эту тьму и не я выведу себя мне сейчас нужна только вера он совсем справится я буду полной верой уверенным что он все сделает это лучше путь не всегда совпадающий с нашими желаниями на лучший это понимание которое должно дать душевный покой и так наша коллективная работа вперед вот такой вот темноты это вера вера в то что творец вызвали что творец спасет и даже если не вижу пути каким образом он это может сделать тем не менее он это сделает как я не могу постичь я не знаю у меня не хватает этого ничего и мозгов ничего однако я полагаюсь на него только сам творец мог вызволить из египта и он сделает это еще раз брахава от слаха всего самого лучшего надежда победит все